Здравствуйте! В эфире Инсталайф. Продолжаем готовиться к поступлению в Казанский Федеральный Университет 2022 года. Представлюсь. Меня зовут Роман Полинсков. Продолжаем серию Инсталайфов. Сегодня у нас представители Института дизайна и пространственных искусств Казанского Федерального Университета. И с вашего позволения, дорогие зрители, я их представлю. Кто у нас сегодня в гостях? А в гостях у нас сегодня Карина Рашидовна Набиулина, доцент, кандидат экономических наук, директор Института дизайна и пространственных искусств. Карина Рашидовна, вас приветствую. Степан Викторович Новиков, заместитель директора по развитию, доцент кафедры архитектуры. Добрый день. И Марсель Мансурович Искандаров, руководитель отделения пространственного проектирования, архитектор, дизайнер, член правления Союза архитекторов Республики Татарстан. Марсель Мансурович, вам тоже добрый день. Добрый день. Ну что же, напоминаю, дорогие друзья, то, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире в инстаграме официального канала Казанского федерального университета. Но перед тем, как вопросы нам будут поступать и те вопросы, которые у нас уже подготовлены, предлагаю вводное слово от Института дизайна и пространственных искусств. Пожалуйста. Друзья, добрый день. Наш институт был создан 28 мая 2021 года. А сегодня мы уже представляем собой определенное сообщество, коллектив. Сегодня у нас 60 преподавателей. 7 из них доктора наук. Это известные преподаватели, практики, архитекторы, дизайнеры. Первый набор студентов у нас состоялся. Этим летом 2021 года к нам пришли ребята. Сегодня это около 300 человек. 87,5 это средний балл поступающих, 47 золотых медалистов, 9 100 бальников, у которых 100-100-100 баллов. И вот сегодня мы представляем собой такое сообщество. Конечно, в 2022 году мы бы хотели видеть себя в институте наших единомышленников, разделяющих наши ценности, ребят, желающих получить навыки профессиональные, очень серьезного уровня, как российского, так и зарубежного. Поэтому предлагаем ряд новых программ, ребят, основываясь уже на опыте этого года, ну и нашего определенного профессионального опыта. Спасибо. Начнем тогда по вопросу, с вашего позволения. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о программах вашего института. Прямо вот конкретно какие есть. Мартин Иванович, вам предоставим слово, да? У нас два блока программ. Первая, это связанная с профессиональным обучением. Здесь у нас представлены и очное обучение, и очно-заочное, и отдельно заочное обучение. И эти программы по стоимости, ну, несколько гуманны были. В этом году у нас нет еще по университету приказа на стоимость образовательных программ. Но по опыту прошлого года можно говорить, что это порядка 140-150 тысяч в год, четыре года обучения. Это вот такая категория. Второй блок, это программы, связанные с дизайном. Здесь, конечно, дорогие программы. Это здесь у нас очный формат, очно-заочный. И у нас есть еще особая наша гордость. Это магистрская программа. Вот руководитель тоже у нас является Марсель Мансурча Скандаров. Но, наверное, он сам расскажет уже о содержании этих программ, где же будут работать эти ребята, какие навыки они получат. Я, наверное, попробую рассказать шире, потому что недостаточно, мне кажется, чтобы понять, куда ты хочешь идти, просто наименование отделений. Поэтому я расскажу несколько шире. Это поможет сориентироваться в той области, в которой, возможно, нашим будущим студентам захочется, с которыми захочется связать свою жизнь. Если сказать в общем, то наш институт был задуман как место, где мы будем готовить специалистов, которые умеют работать с пространством жизни человека во всех его смыслах. Это шире и больше, чем просто дизайн интерьера. Это шире и больше, чем просто окружающее нас пространство, то есть архитектура. Это шире и больше, чем предметы, наполняющие пространство, в котором мы живем. Но умение работать, квалифицированное умение работать с этим на новом уровне, формулирование и новых типов пространства, и новых смыслов, и новых даже эстетики и стилистики. Для того, чтобы уметь в этом работать, мы все-таки сконфигурировали наше направление по трем базовым таким магистралям, по трем таким руслам, которые примерно, я скажу, в чем они заключаются, а потом уже назову конкретное отделение. А для их характеристики я назову просто, кем может работать студент по результату, и даже не совсем по результату. Первое направление — это проектирование пространства. Проектирование пространства жизни человека во всех его смыслах. И здесь высший уровень — это проектирование самого пространства, то есть то, что обычно раньше называлось архитектурой. Но сейчас архитектура — это больше, чем просто умение проектировать здания. Архитектура — это умение проектировать не только здания, но и процессы внутри этих пространств. И проектировать все содержание и все наполнение этого. Но, проще говоря, условно говоря, работа с пространством, где акцентом является именно формирование пространства и внешнего, и внутреннего, и пространства, и, собственно говоря, зданий, и пространства города, если так широко говорить. Второе направление — это дизайн, собственно говоря, внутренних пространств жизни человека, то, что мы раньше тоже называли интерьером. Я не буду повторяться, сегодняшние подходы — это больше, чем просто сумма стен, потолков, стульев и всех предметов, наполняющих интерьер. И третье — это дизайн, позволяющий человеку существовать в пространстве. То есть то, что и предметы, то есть предметный дизайн, то, чем мы наполняем уже наши интерьеры, то есть предметный дизайн, думаю, здесь расшифровывать не нужно. И способ взаимодействия людей между собой — это тоже пространство жизни человека, то, что дизайн коммуникаций, дизайн, где эта коммуникация осуществляется через визуальные символы, либо через виртуальные символы, движимые символы, динамичные символы. И теперь я подытоживаю. То есть у нас существует направление архитектурное пространство и дизайн. По результату человек сможет работать как проектировщиком пространства, проектировщиком зданий и среды окружающих, дополняющих это здание. Второе направление — это дизайн интерьера, предметный и промышленный дизайн. Дизайн интерьера, я думаю, объяснять не нужно. Единственное, скажу, что наша направленность и наша задача — это умение работать с новыми типами задач и с новыми вызовами времени и функций, и изменением стилей жизни человека. Не просто повторять те результаты, которые нас окружают вокруг, пусть даже и профессионально повторять, но и умение правильно и творчески создавать новые пространства и новую среду. Следующее направление — это искусство, архитектура. Я про это, если позволите, если будут вопросы, отдельно остановлюсь, потому что это очень свежая и очень необычная для нашей традиционной системы образования специализация, которая позволит об архитектуре рассуждать не только с точки зрения, и обладать, соответственно, знаниями, навыками и умениями, не только с точки зрения проектирования этой среды, но и умения руководить этой средой, рассуждать о ней, например, в качестве, я не знаю, архитектурного критика, журналиста, руководителя каких-то процессов, связанных с архитектурой, и осмыслять эту архитектуру, ну, такое, условно скажем, умение рассуждать об архитектуре, как об одном, еще об одном, вновь возвращенном в череду искусств области. И также у нас существует коммуникативный дизайн, вроде слово новое, вроде слово модное, мы все понимаем, что коммуникация – это умение обмениваться информацией, но это и умение ее правильно доносить. И все это происходит в нашем мире через систему визуальных и информативных посылов. Умение работать в этой среде – это гораздо больше, чем просто дизайн, графический дизайн, иллюстративный. Это овладение всеми суммой навыков, с помощью которой можно донести тот или иной смысл конкретному человеку, либо группе людей, либо неким сообществом. Также отдельно в рамках коммуникативного дизайна у нас есть направление обучения коммуникативному дизайну, то есть дизайну взаимодействия на английском языке. Это, с одной стороны, и для иностранцев это более комфортно, а с другой стороны, для тех студентов, которые мыслят себя в международном профессиональном сообществе, это овладение инструментарием как языковым, так и прикладным, для того, чтобы на равных включиться во взаимодействие с миром в этой области. Это позволит как и влиться в западные коллективы, либо работать на западные заказы, на англоязычные заказы, не обязательно им быть западными, они могут быть и восточными, и какими угодно. Но язык общения международный, английский, соответственно, мы на нем обучаем тоже. И еще у нас одно направление – это моушен дизайн. Моушен дизайн – это тоже новое и очень интересное направление, где средством дизайна является движимое, нечто движимое. Это может быть изображение, это может быть образ, а исходя из этого студенты обучаются навыкам работы в дизайне, где носителем информации является динамичное изображение. Ну, к примеру, это компьютерная графика, это мультипликация, это геймдизайн и так далее и тому подобное, где нет статичного изображения. По магистратуре у нас два направления – это дизайн и пространственное искусство. Это более высокий по качеству и по творческому наполнению дизайн, в частности, интерьера и в первую очередь интерьера, когда дизайнер интерьера сможет проектировать простые наши, а может и непростые задачи, но проектировать их на уровне, соотносимым с искусством, на уровне, соотносимым с самыми такими инновационными и наполненными художественно-смысловым содержанием уровня. И также у нас есть еще одно направление – это область знания. Она называется у нас «Образование в сфере дизайна». Это результатом, чего является умение преподнести и поднести и поделиться знаниями в области дизайна, проектирования и архитектуры с иными. То есть самому стать неким, обладать навыками, обучение. Не обязательно в рамках высшего образования. Это когда человек уже на методически осмысленном уровне сумеет поделиться знаниями в той области, в которой он посчитает нужным. Область эта совершенно широкая сегодня. У нас, мы знаем, множество практиков, таких практических курсов, таких мастер-классов, обучения, школ частных там и так далее. Хорошо. По поводу программ есть вопрос. Могли бы вы подробнее рассказать про программу «Коммуникативный дизайн», что она представляет? Еще более обширно. Еще более углубленно. Да. Коммуникативный дизайн. Мы уже, я начну с результата, тот, который мы на сегодняшний, мы начали обучение в этом году, и у нас уже есть первые результаты. Я думаю, что рассказав об этих результатах, станет понятно, чему обучаются. Мы в процессе обучения студентам выстраиваем методический процесс, педагогический-методический процесс таким образом, что освоение навыков позволяет студенту через какое-то время к этапу специализации самому понять, в какой области он захочет работать. В области коммуникативного дизайна чем это может быть? Это может быть дизайн, то, как мы его обычно понимаем, в самом простом измерении, это графический дизайн, но с полным владением всех навыков, которые необходимы дизайнеру, куда включены и профессиональные навыки, и интеллектуальные навыки, и навыки владения технологиями проектирования, компьютерного дизайна и так далее. Сама задача коммуникативного дизайна, я повторюсь, это донесение смыслов. То есть здесь самое простое, что первое приходит, кто как обычно сейчас это выглядит. У нас есть большой запрос на том, что у нас есть некий объем информации, который мы хотим донести потребителю. Информация может быть самого разного смысла. Это начиная от простейших задач печатного дизайна, фирменного стиля, рекламной продукции и так далее. Все это очень несложно. Есть смыслы гораздо более сложные, когда мы должны донести максимально понятный и комфортный, воспринимаемый человеком иные смыслы. Иные смыслы какие могут быть? Это могут быть отработка фирменных стилей более высокого формата и масштабов. То есть работа в качестве не арт-директора в том числе, если даже ты не захочешь сам непосредственно вычерчивать это все вручную либо в компьютере. Это коммуникативный дизайн, который позволяет донести смыслы иные. И, допустим, иллюстрация информации некоммерческой во всех спектрах, которые можно... У нас сейчас огромная потребность в том, чтобы доносить информацию внутри общества, взаимодействия групп, существующих в нашем обществе, и государству в том числе, народу, людям, либо какой-то конкретной, языком графических средств. Это одна из торжеств, и таких задач их множество. Если начать сейчас рассказывать все области, где может существовать коммуникативный дизайн, мы весь наш инсталайф на это потратим. Поэтому... Сможут ли ребята проектировать здания, сооружения? Будут ли они владеть приемами моушн-дизайна, если они учатся на коммуникативном? Есть еще, Карина Рашидов, спасибо. Да, смотрите, здесь еще есть какой момент. Поскольку обучение довольно новой специальности, и могут студенты не до конца понимать, чем он работает. Сама обучение в рамках нашего института выстроено таким образом, что обучаясь на одном из направлений, студент все равно получает некую часть знаний из всего того арсенала, который необходим для проектирования пространства. И в силу этому дает им определенные преимущества, потому что отрабатывая свой локальный фронт задач, он понимает в команде, каких специалистов он работает, и для чего это нужно. Это даст ему, прямо скажем, конкурентное преимущество, потому что он сможет работать не просто, но при наличии, разумеется, способностей. Он сможет работать не просто рядовым исполнителем, он сможет на каком-то этапе и возглавлять эти процессы, и ими руководить. Коммуникативный дизайн – это такая сумма знаний. Он в том числе овладеет и основами моушн-дизайна, может быть, на третьем курсе он захочет поменять свою специализацию, либо как-то ее уточнить, либо унюансировать, и к третьему курсу он же будет обладать определенной суммой навыков из всевозможных областей, где сможет себя более тонко и четко сформулировать. В области коммуникативного дизайна – это как бы по-английски «public layers», то есть взаимоотношения, послания к обществу. Но это у нас сейчас не очень правильно понимается, что если это просто спекулятивная технология донесения, а мы учим не манипуляциями, а то, каким образом эта информация должна быть спроектирована, выражена языком графических, либо неграфических средств, чтобы быть донесенной. Это самая богатая, конечно, программа. Здесь ребята смогут и проектировать пространство, и веб-дизайном владеть, и графическим дизайном, и моушн-дизайном. То есть эта программа, она и по стоимости очень затратна, но она и, конечно, по компетенциям в жизни ребятам очень окупится. Это очень широкий спектр тех знаний, которые ребята уже на дипломном проекте выберут в свою одну специализацию, но в жизни у них будут очень широкие возможности для реализации себя в творчестве. Замечательно. Продолжим дальше по вопросам. С какими экзаменами ЕГЭ можно поступать в ваш институт? У нас три экзамена обязательных. Обязательный – это русский язык ЕГЭ. Обязательным является творческий экзамен. Это рисунок, и к нему, конечно, стоит очень серьезно готовиться. И третий экзамен – это на выбор. Здесь можно сдавать или историю, или общество знания, или иностранный язык. Так вот, законом у нас в этом году допускается сдача вот этих вот экзаменов. Но если мы говорим о магистратуре, здесь, конечно, у нас эссе, портфолио, мотивационное письмо. Здесь, ну, несколько иной режим поступления. На всех ли направлениях проводится творческий экзамен? Ну, я понимаю, на всех абсолютно. Следующий вопрос – будет ли проходить творческий экзамен оффлайн? В прошлом году действительно такой формат был возможен. Ну, мы все знаем, что есть определенные ограничения, сегодня связанные с COVID-19. И мы думаем, что в этом году тоже такая возможность сохранится. Но в настоящий момент нормативных актов, запрещающих или разрешающих, это еще на приемную кампанию пока не выпущено. Но ребятам, конечно, и в том, и в другом случае стоит серьезно готовиться к творческому экзамену. Он основной. Где узнать направление, требования к экзамену рисунок по специальности дизайн? Есть ли курсы от университета? Такой вопрос нам прилетел. Да, можно посмотреть на сайте. Еще мы приглашаем вас подписаться на EDP в Instagram, на наш аккаунт. Там мы регулярно публикуем требования. Есть положение к этому экзамену, оно размещено на сайте. Это такое вот требование. Но мы приглашаем к себе в школу искусств. В настоящее время у нас проводится подготовка к экзаменам как в очном формате. Можно приезжать к нам на Левобулачную заниматься, на Кремлевскую заниматься. Но можно, если вы не из Казани, то можно заниматься онлайн. Это очень сегодня популярно. И у нас Андрей Михайлович Силуяновичев преподает и на тех, и на других курсах. Это очень известная фамилия. Конечно, это онлайн-продукт очень высокого качества. Хотя мы сами любим, конечно, личное общение. Но это высокого качества продукта. Мы очень рекомендуем, если вы из далеких регионов, в школу искусств у нас обратиться. В готовительные курсы уже запущены. Там высокий спрос, да. Поэтому вот сейчас у нас превысили мы в два раза контингент, наверное. В феврале мы еще раз смогли бы набрать уже следующую группу. Требование у нас это линейно-конструктивный пространственный рисунок. То есть постановка ставится из-за геометрических и бытовых элементов. И кто успевает, тот еще штрих накладывает. Но это не обязательно. Замечательно. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос уже касается больше иностранцев. Принимаете ли вы иностранных абитуриентов? И позволю дополнить, как-нибудь происходит вообще работа с иностранцами в вашем институте. У нас довольно высокий спрос был в этом году среди иностранных поступающих. Мы, конечно, им очень рады. И у нас иногда им сложно на русском языке получать информацию. Но у нас преподаватели хорошо могут преподавать и на английском языке. Сегодня такая практика в некоторых группах у нас есть. Так легче. И даже поэтому у нас родилась такая идея, как программу англоязычную сделать. Это и хорошо интегрировать наших ребят потом в международное сообщество. И иностранным абитуриентам тоже весьма комфортно. Хотя я хотела бы отметить, что для нас, конечно, творческий, графический язык очень важен. И преподаватели уже сегодня показывают свои наработки, как они методический фонд собирают, как они графически с ребятами могут проводить занятия с тем, у кого есть некоторые такие трудности, связанные с языком. Но мы очень рады иностранцам. Мы знаем, как с ними работать и хорошо относимся. Иногда проще показать через иллюстрации, через какое-то изображение, что требуется от плохо понимающего по-русски, чем объяснить ему на словах. И мы отдельно этому особо уделяем внимание. Это и сновации нашего учебно-методического комплекса. Мы формируем не только текстовую и иллюстративную составляющую для того, чтобы именно для иностранцев не только говорить им, что нужно, а и показывать на каких-то иллюстрациях, что от них требуется. Вообще мы очень интегрированы. Международное сообщество у нас преподавателя на самых известных международных событиях, всегда профессиональных, всегда они там принимают участие. И сегодня мы, если первый семестр мы ребятам делали выезды куда-то в российские города, то второй семестр мы запланировали. Вот мы посмотрим обстоятельства, конечно, какие будут. Но мы запланировали им поездки и в другие страны. Это в рамках ознакомительной учебной практики. Но творческие профессии, они очень интегрированы в международное сообщество. Поэтому для нас иностранцы важны, и мы сами учимся, работаем, посещаем события мировые. Да, я дополню, почему это необходимо. Наша цель сформировать такого специалиста в области проектирования, который не только умеет проектировать, но он знает всю современную практику. Уже в процессе обучения он понимает тот мир, для которого он проектирует, и начинает общаться с коллегами, либо с областью своего проектирования в профессиональной сфере. И позволит ему очень плавно и очень комфортно влиться уже в практическую деятельность. Для этого те поездки, которые мы устраиваем, мы не просто ходим, смотрим, как простой турист, мы знакомимся с творчеством коллег наших из других городов, вводим такие секрет-плейсы, в которые человек с улицы не может войти, для того, чтобы потихоньку, постепенно вводить наших студентов в профессиональную жизнь. Прилетел нам вопрос в Инстаграме, максимально углубленный, можно так его обозвать. Какими программами работают на моушн-дизайне? Хотим пояснение к этому вопросу, хотим покупать ноутбук, чтобы потом его не менять. Какие программы можно туда установить, на чем работать? На самом деле у нас материально-техническая база на сегодня сформирована, и мы бы попросили до поступления не покупать свою собственную технику, потому что действительно есть особенности. Сначала мы бы хотели, чтобы ребята погрузились у нас на наши техники. Традиционные... В чем обычно вы работаете? Пока, Степан Викторович, я скажу, что здесь также есть определенная свобода. У нас есть несколько преподавателей, которые обладают уникальными авторскими методиками обучения и, соответственно, комплектов графических приложений, программ, в которых работают. И мы формируем, мы в этом плане достаточно открыто, но при этом при всем у нас сформированы, по-моему, насколько я помню, я сам не преподаю, но, насколько я знаю, три комплекта приложений и программ, которыми нужно будет владеть для того, чтобы уметь работать. То есть, если так их охарактеризовать, это умение работать с плоскостным изображением, вектором и растроном, это умение работать в том или ином редакторе, с движущимся изображением, и умение работать в программе трехмерного проектирования. Разная их комбинация, разное умение комбинировать и использовать технологические возможности этих программ, они как раз, это еще одна степень свобода, благодаря которой студент сможет сформулировать собственный инструментарий, свой индивидуальный инструментарий работы. Но, конечно, обучение происходит на основе, во-первых, тех навыков, которым уже возможно владеет студент, потому что многие приходят уже, зная определенные программы. Тогда они дополняются комфортными им другими программами. Если студент приходит с нулевым знанием программ, то, соответственно, ему предлагается и постепенно он изучает в процессе обучения эти программы. Назвать, мне кажется, их... Я, в принципе, могу их назвать. Единственное, хотелось бы еще отметить, что как на мошен-дизайне, так и на любом другом направлении у нас обязательное познание всех архитектурных художественных средств, композиции, ручная графика, то есть это у нас полный пакет, да, то есть студент должен владеть не только компьютерными программами. Сейчас у студентов есть такое заблуждение, что компьютер, он сделает часть работы за тебя. Это заблуждение, то есть пока ты не научился проектировать что-либо, да, пока ты не понял, как создается сама по себе композиция, да, сам компьютер тебе не сможет помочь, а где-то даже тебя приведет не к тому результату, которому ты хочешь. Ну, из программ, которыми мы пользуемся, да, это Adobe After Effects, 4D Cinema, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, то есть основные. Это вот то, что на первом курсе ребята, ну, сегодня у нас используют базовые. Да, но на самом деле, как вот уже сказал Машин Мансуч, главное, это продукт, и поэтому ограничений нет. У нас преподаватели владеют большим количеством. У нас два преподавателей, которые именно компьютерные технологии преподают в штате. И, конечно, они владеют большим спектром, возможно, от задачи, от продуктов. Под каждую задачу могут меняться наборы. Это ведь просто инструмент программы. Главное. Ну, и дополняя, наверное, ваш ответ, можно сказать то, что в свободном доступе программа-то усеченной. То есть Казанский федеральный университет предоставляет полную версию программы. Да, у нас лицензированная программа, Казанский федеральный университет может себе это позволить, хотя это, конечно, дорогое удовольствие. И главное, что все-таки программы – это программами, мы как бы учим ребят проектировать. Это сложнее, чем просто изучить технологию программы. Программа – это техника, так же, как гарандаш. Ну, я дополню, и, возможно, станет понятным, чем отличается, собственно говоря, наш институт от компьютерных курсов, где, собственно говоря, вроде как учатся тоже дизайну. То, с помощью чего выполнена иллюстрация, это не так важно. Этому, на самом деле, научиться несложно. А вот вопрос, что мы проектируем. И для этого Степан Андреевич совершенно правильно сказал, что для того, чтобы быть в этом смысле творчески абсолютно состоятельным, то есть раскованным в творчестве, необходимо пройти и этап умения фантазировать в голове. Для этого нужно интеллектуальное наполнение. И умение выразить то, что у тебя в голове, на лист бумаги. Это, к сожалению, а может, к счастью, это возможно только через иннервацию мыслеобраза и руки. Поэтому мы большой акцент и большое внимание уделяем навыкам отображения мыслеобраза на некий носитель. Будь то лист бумаги, будь то компьютерный экран, или там, может, завтра какие-то новые средства вынесения информации. Поэтому рисовать, эскизировать ручной графики мы учим в том числе. К примеру, у нас был первый курс. Каким образом происходит? Пришли все с разным степенью владения компьютерными навыками. Кто-то прекрасно владеет и умеет в компьютере все это замечательно исполнить, а кто-то совсем не умеет. Но задача была поставлена перед теми одним. Допустим, сделать афишу для наушвейцарского. Мы делаем сразу практические задания. То есть мы не работаем, мы не делаем навыки, 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 и только на пятый год вы смогли делать что-то конкретное. Вся наша методика выстроена таким образом, что постепенно, шаг за шагом, от самых простых, усложняя задачи, но по результату даже первого полугодия студент уже может пойти работать. То есть, по сути, с реальными заказчиками работать сразу. С реальными, совершенно реальными. И в этом смысле ему была оставлена определенная свобода. Если ты умеешь хорошо рисовать, рисуй. Базово мы тебя научим обработать это изображение. Мы в минимальной степени научим шрифтовую композицию, цветовую композицию, композицию, массу и так далее, чтобы уже первая работа был результат. А тот арсенал, та квалификация, с которой ты приходишь, мы с ней и работаем. Исходя из нее, и отталкиваемся. Вообще, самая большая ценность института – это, конечно, сотрудники. У нас преподаватели – это практики, это практикующие инженеры, это практикующие архитекторы. И в рамках вот даже вот этой нашей деятельности полугода у нас спроектированы, уже даже что-то построено, что-то спроектированы, объекты. И те знания, которые ребята получают, они, конечно, от практиков. Это очень ценно. Мне кажется, что это одна из ценностей нашего института. Хорошо. А есть еще что по этому вопросу добавить? У нас такая дискуссия уже развилась. Мы, наверное, в нашем инстаграме выложим какие-то критерии компьютера, чтобы ребята готовились, потому что цены еще растут. Но в целом это должен быть игровой мощный компьютер на будущее. Хорошо. Продолжаем по вопросам. Собираюсь поступать к вам в институт на очную и заочную форму обучения. Нужно ли будет мне сдавать вступительные экзамены по рисунку отдельно? Вы знаете, я думаю, что мы в приемной комиссии этот вопрос уточним, потому что это важно, тем более такой мотивированный человек. И не хотелось бы ошибиться, хотелось бы дать достоверную информацию. Я уточню обязательно, ладно? И мы напишем у себя в инстаграм. Хорошо? Ну и на следующем инстаграме тоже можете озвучить. Да, да, обязательно. Следующий вопрос, он же заключительный у нас. Возможно ли поступить на коммерцию, а потом перевестись на бюджет? Вопрос, скорее всего, беспокоит не сколько абитуриентов, но их тоже, но и тех, кто сейчас, возможно, учится. Возможно. Но спрос очень высокий, количество мест к поступлению в институт ограничено даже на коммерческой основе. Поэтому, конечно, если поступить на коммерческой основе, у нас через какое-то время, если бюджетные места появятся, вы сможете в рамках конкурса на них претендовать. Но такая возможность действительно есть, если хорошо учиться на пятерке, если быть лучшим, проявлять себя в творческой жизни, в реальных проектах, быть очень мотивированным. Но по факту ребята очень дорожат своими местами и на бюджете, и на коммерции. Поэтому у нас очень мотивированный первый курс был, вот сейчас есть. Поэтому нужно очень приложить серьезные усилия, но шанс есть. И это очень прозрачная процедура. Место освобождается, идет конкурсный отбор. Если ты лучший, ты занимаешь бюджетное место. Хорошо. Ключевая фраза, то, что заключительный вопрос. Инстаграм у нас сразу же оживился. Вопрос оттуда. Можно ли узнать поподробнее, каким образом проходит творческий экзамен дистанционно и когда будет известна дата проведения испытания? Мы ожидаем приказа, но, скорее всего, приказ будет не раньше апреля, уточняющий как раз возможность, дистанционный формат, определенные условия. Но также нужно пройти регистрацию у нас в личном кабинете на сайте университета. И там будет предложен экзамен либо в очной форме, либо дистанционный. Ты отмечаешь, заполняешься в личном кабинете. Единственное, что я хотела бы предостеречь, были ребята, которые записывались онлайн проходить экзамен, но у них появлялась возможность, и они приезжали лично. Вот так делать нельзя. А этой информации не было, да? Не успели? Просто они ведь пишут заявление, это все строго, и они должны следовать тому, что ребята заполнили. И при всем нашем желании есть определенные нормативные акты, их нужно соблюдать. Поэтому если вы выбираете у себя в личном кабинете такой вот онлайн-формат, то, конечно, придерживайтесь. Либо скорректируйте свой личный кабинет, и мы будем вам рады очно. Сидят наблюдатели, все проходит также очень прозрачно перед экраном. Нужно нести полную ответственность за исправность своей техники. Поэтому, конечно, здесь есть риски. Есть и резервный день, если вдруг что-то техническое, такой сложности произошли. Но, ребята, это, конечно, риски, когда вы онлайн проходите экзамен. Хорошо. Ну так, вопросы у нас подошли к концу. Новых пока что не прилетает. Возможно, есть какое-нибудь заключительное слово от вас, уважаемым абитуриентам. Я попробую. У нас нет задачи рекламироваться. У нас есть задача максимально рассказать, чтобы было понятно, что мы за институт. Я попробую рассказать с точки зрения, не с точки зрения преподавателя, а с точки зрения готовящегося поступления. Если вам хочется участвовать как не просто потребитель, как автор мира, который нас окружает, и в этом плане и самореализоваться, и в принципе заработать, что греха таить, это хорошо оплачиваемые должности, но при этом и как-то поучаствовать все-таки через свой труд, конкретно наблюдаемый, реализованный свой труд в изменении нашей жизни к лучшему, то это как раз та область, с которой мы учим проектировать пространство жизни человека во всех его смыслах. Но при этом, при всей вот этой высокопарности нашей задачи, есть очень простой для этого механизм или способ. Мы постепенно, шаг за шагом, учим от простого к сложному к участию в этом процессе. Это позволяет студенту, во-первых, если студент в какой-то момент понял, что ему достаточно это, и что ему не нужен диплом, ему достаточно знаний, он уже будет иметь возможность их реализовывать. Но, конечно, не в той области и не в той качестве, если он дойдет до конца учебного процесса. И в чем еще преимущество? Мы очень практикоориентированы. Обучение профессии, обучение специальности у нас происходит через выполнение ряда задач, очень близких и схожим к реально существующим в области, но немножко на другом, более высоком, лидерском, так скажем, уровне. Плюс ко всему, если студент выражает желание, а во-вторых, определенное умение, он и в рамках уже обучения и на оплачиваемой основе сможет участвовать, работать в рабочих группах по проектированию конкретных реальных проектных задач. Я думаю, что это и интересно, и очень полезно. Я бы хотела... Может, вы подытожите? Ну, я хотел бы отметить на то, что у нас действительно молодой институт, но в структуре такого закоренелого гиганта, да, университета КФУ. И очень радостно нам, что нас и в структуре КФУ приняли с большим воодушевлением. Мы стараемся интегрироваться в другие институты, да, то есть межразличные такие отраслевые у нас коммуникации намечаются и уже есть. Плюс ко всему, мы видим, что студенты очень... Первый курс воспринял нас позитивно и за счет вот этой молодой энергии, за счет опыта команды отлаженной, мы, я считаю, добьемся очень больших результатов. И, конечно, мы ждем мотивированных таких же студентов. Конечно, у нас в институте достаточно требований серьезные, да, то есть мы настроены на работу и днем, и в том числе даже и ночью, как это странно бы не звучало. Но мы настроены на результат. У нас функционирует ряд лабораторий, в которых также студенты могут уже работать. Наши студенты уже работают в лаборатории, плюс в институте, в школе искусств можно дополнительно как бы вырабатывать в качестве ассистентов, преподавателей. У нас сегодня магистры работают уже в музее КФУ, то есть большой плац задач творческих даже внутри нашего университета для нас как бы заложен. И мы каждый день открываем его больше и больше. То есть мы вас ждем с большой радостью, но таких настроенных, замотивированных на творческую, созидательную работу. Я вот хотела Степану Викторовичу мысль продолжить. Конечно, Казанский федеральный университет предоставляет очень широкие возможности. Ведь ребята могут выезжать на практике в лучшее бюро России, в лучшее бюро мира. И это все в рамках их оплаты ежегодной. Или же они вообще за счет средств бюджета стажируются. У нас мы можем приобретать и пользоваться лучшим в мире оборудованием, которое у нас в данный момент, например, идет пусконаладка в тех же лабораториях. У нас есть возможность приглашать иностранных, зарубежных преподавателей к себе, интегрироваться в международное сообщество. И, конечно, мы работаем не на количество, а на качество. Поэтому для нас очень ценны те ребята, которые хотели бы поступать именно к нам. Насколько они мотивированы для нас, важно. И насколько они теми возможностями, которые я перечислила, насколько они смогут им воспользоваться. Ведь для нас очень выгодно, чтобы наши выпускники были успешны в жизни. Они ведь наше лицо, они характеризуют нас. Поэтому, конечно, мы ждем у себя очень талантливых, очень старательных, очень мотивированных людей. Спасибо. Что ж, коллеги, спасибо вам, что пришли, уделили время, пообщались с абитуриентами, возможно, даже со своими же студентами, которые подключались у нас по ходу прямого эфира. Это был Инсталайв для Института дизайна и пространственных искусств. Еще увидимся. Вам большое спасибо, что пришли. Удачи, до свидания. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин